Знаете, где мы находимся? Мы находимся на знаменитой чешской киностудии Барандов. И вот эта улица, по которой мы едем, она называется улица Милла Шефформана, знаменитого режиссера, который был чехом. И вот тут написано Милла Шефформана. И вот здесь, кстати, заехать на Барандов может каждый. Здесь все это ателье всякие. Ательеры по-чешски, я не знаю, как это правильно сказать. Студия? Студии, да, все, Барандов. И Эдик, он у нас знает все и даже больше. И он говорит, что здесь есть одно очень интересное место, которое мы сейчас хотим посмотреть. Если, я не знаю, Эдик говорит, там очень интересно, жалко внутрь нельзя зайти, но со стороны говорит, можно кое-что увидеть. И вот это сейчас мы и сделаем. Так. Что, дорогие, кресты? Да, кресты. Вот здесь знаменитый чешский Барандов. Чешская киностудия. Ах, вау. Вау. И вот куда мы приехали. Это задняя сторона, обратная сторона того места, которое бы мы хотели показать вам. А я сама бы еще тоже не только вам показала, но и посмотрела. Эдик это место уже видел. Я на картинках? На картинках. Ну, а ты сюда приезжал. Никогда не здесь. Ну, как бы смотри, здесь вот пишут, что 20 км в час можно ехать. Ну, значит, что... Со скоростью 20 км в час можно ехать. В общем, вот, смотрите, какое это место. Это городок специально построенный для того, чтобы здесь снимали средневековые фильмы. А в Чехии их очень много снимали, этих средневековых фильмов. Например, один из них это История рыцаря. История рыцаря, она снималась в Чехии. И, кстати, она снималась здесь. Где собака наша? Вот. Кто вам еще такое покажет? Конечно, Эдик. Та-дам! Та-дам! Кстати, мне поправили в комментариях. Сказали не Эдик, а Эдуард. Так вот, Эдуард. Эдуард суровый. Эдуард четвертый. Пока нас не выгнали. Да, пока нас не выгнали, в общем, мы бежим. Подожди. Там белье сохнет. Смотрите. Я просто очень боюсь, что нас здесь сюда погонят, как в шелудевых собак. Эдик, там люди. Я боюсь. Иди сюда. Оля, муха, смотрите, какое оно огромное. Она за жопу не возьмет здесь. Она за жопу не возьмет здесь. Короче, мы все это делаем очень быстро, потому что, знаете, что будет смешно? Ну, если это дело закроет, мы останемся здесь. Эдик, давай будем бежать уже. Не надо. А если они сейчас закроют? Там люди. Вон они. Эдик, не надо. Он у нас... Эдик. Короче, уходим мы отсюда, потому что там какие-то рабочие. Вот уже люди с конями появились. Тут какие-то съемки сейчас будут, потому что мы видели. В общем, здесь сейчас готовятся к каким-то новым съемкам, видимо. Тут и коней водят. И помимо... Все, мы лучше уходим, чтобы никто нас не наругал. Смотрите, какая здесь стоит. Карета. А, кстати, впереди безумнейший вид на Прагу, потому что мы находимся на горе. Ну, в общем, вот такое место. Киностудия Барандов скрывает в себе вот такие вот красоты средневековые. А мы вам их показываем. Ну, я, конечно... У меня, конечно, очень стрёмно. Каменная? Нет. А, какое? Не знаю. Да, это какой-то... Какой-то пластик. Вот такая вот красивая местность здесь. Впереди Прага. А вот здесь, видите, здесь кони. Какая-то съемочная группа тоже. И вот, мне кажется, сейчас там они готовят все к съемкам. Будет какой-то шедевр. Вот, впереди Прага. А вот так все это выглядит с обратной стороны. В общем, обратная сторона средневекового города. И так, наконец-то мы добрались до одного замка, в который давно собирались прийти. И вот мы здесь. Этот замок носит довольно вульгарное название. Потом расскажу, какое. А историю этого замка можно охарактеризовать такой фразой. Если бы знали, что здесь, в этом замке, произойдет через 300 лет, на этом месте его бы никогда не построили. Но обо всем расскажем по порядку. Но сначала хочется вернуться в прошлое видео. Мы были в городе Подибрады. И там случайно попали на съезд реборнов. Реборны – это перерожденные. Это куклы, которые полностью имитируют детей. И есть мамочки, которые этих кукол воспитывают. В общем, приезжаем мы сейчас в этот замок, в который мы приехали. Замок называется Вильтрусы. А здесь съезд реборнов. Мы не шутим. Еще. В общем, у меня второй день шока. Я не знаю. Может быть, я реагирую на этих реборнов как дикарь какой-то. Но теперь я понимаю, что, наверное, просто вот мы их часто видели. Просто я никогда не заглядываю в чужие коляски. Вчера, если бы, когда мы сидели в кафе в Подибрадах, и я увидела, откровенно говоря, умственно отсталых родителей, ну, я видела, что у них не все дома, прошу прощения, и у них коляска. Я непроизвольно повернула голову посмотреть, что там за ребенок, или кто им доверил вообще ребенка. У меня много мыслей было в голове. Ну, и я увидела там куклу. Потом я поняла, что это съезд вот таких вот родителей, в кавычках. Сегодня шок-два. Сегодня опять приезжаем уже в другой замок, и опять эти куклы. У меня же такое впечатление, что вокруг одни куклы в колясках, и весь мир сошел с ума. Я говорю, я, может быть, не права, но... Не знаю, ну, нет, ну, с одной стороны, пускай лучше кукол возят, чем там, я не знаю, каких-то котят мучают, или цыплят. Сейчас тоже люди идут, сами заглядывают в коляску с непониманием. Ну, в общем, слава богу, не я одна смотрю на это. Да, смотри, смотри, как он стоит, мужик смотрит. Он явно... Да, ну, в общем, вот такое творится в мире. Мы живем и ничего не знаем. И вот мы приехали сегодня в великолепнейший замок, и вместо того, чтобы показывать замок, я стою и опять тут посмотрю на вот это. И ладно бы, если бабушки старенькие были. Ну, там, понятно, старая бабушка, там ей дали заботиться о куколке. Ну, сейчас довольно-таки молодых женщин у меня видел с этими колясками. И там одна кукла вообще... Что? А, нет, я думаю, что... А, там одна кукла вообще прям заглянула в коляску. Одна прям, ну, от ребенка не отличишь. Вообще видно, что очень дорогая кукла. Вот этот мужчина только что закрывал своего ребеночка, чтобы ребенок не... Ну, не замерз, наверное. Вот родители стоят. Разъезжаются сейчас. Все. Посидели в ресторане. Хорошо, вот такие дети не мешают, да? Вот ты посидел с ним, он не плачет, тебя не отвлекает. Все, теперь едут домой. Ну, ребенка ж нужно искупать, наверное, или что там с ним они еще делают. Я понимаю, даже допускаю мысль, что женщина может с куклой вот эта вот нянчится. Мужчина, а там мужчина, и который, говорю, только что было как один заботливо укутывал эту куклу. Для меня это шок. Все, домой, домой. Давайте, нужно детей переодеть. Может, некоторые уписались, укакались. Вон там впереди идет парень в оранжевом, вообще молодой. Ну, а мы в компании группы реборнистов, или я не знаю, как эти люди правильно называются. Ну, вот они с колясочками идут. И мы следом за ними. Ну, не специально, конечно. Просто мы не знали, что сегодня они будут нам делать сопровождение. Мы идем в красивейший, один из красивейших замков Чехии, который еще в народе называют Чешским Версалем. Название этого замка Вельтрусы. И это довольно-таки вульгарное название. С трусами ничего общего не имеет. В общем, сейчас все расскажем и покажем. Мы специально дождались, когда замок откроют, чтобы прийти в него и зайти внутрь. Но мы пришли с Мишенькой нашей. Мы не захотели ее одну оставлять дома, а собачками не пускают. Ну, не суть. В общем, замок очень красивый. Кто здесь не был, очень рекомендую сюда прийти, сходить внутрь. Потому что лучше самому увидеть, чем где-то посмотреть. Ну, а историю этого замка и что же с ним произошло, сейчас я вам расскажу. Итак, замок Вельтрусы. Ну, а прежде чем вам рассказать историю замка, хочется отметить его название Вельтрусы. Замок так назван в честь городка Вельтрусы, возле которого он и расположен. Название Вельтрусы входит в список самых вульгарных названий Чехии. А история названия такова. Прежде чем стать Вельтрусами, городок носил название Велке-Пырды. Велке значит большие, а пырды, думаю, в переводе не сильно нуждаются. В общем, в далеком 13 веке здесь находился городок с милым названием Большие Пердежи. С чем связано такое название, история умалчивает, но, видимо, были случаи. Итак, со временем городок решили переименовать. Но, видимо, за что-то его все-таки не любили. Поэтому новое название хоть и не было уже таким грубым, но смысл оставался прежним. Назвали городок Вельтрусы. Трус – это кал животного. То есть, сегодня это можно перевести, как, например, Большие Кизяки. Но есть и второй смысл, и он ненамного лучше. Трусить не слышно, выпускать газы. То есть, Большие Шептуны. Но я бы назвала это место Пук Королевы, раз уж пошло такое дело. Так звучит благородней. Пуком Королевы называют Тихий Чпок при открытии шампанского. Но не только с названием не повезло несчастному замку. Дальше было вот что. В августе 2002 года Чехия пережила самое разрушительное наводнение в своей истории, вызванное интенсивными и продолжительными дождями. От затопления пострадали 986 населенных пунктов в 10 регионах страны. Эвакуация коснулась 225 тысяч человек. Общий размер ущерба превысил 73 миллиарда крон. В Праге наводнение достигло своего пика 14 августа. Затопленным оказалось почти 6% от всей территории столицы. Полностью или частично оказались затоплены 16 станций метро. Сильнее всего пострадала линия Б. Фотографии затопленного пражского зоопарка тогда облетели весь мир. Наводнение погубило 134 животных. Большинство из них утонули. Часть сотрудникам пришлось усыпить. Например, льва и медведя. Трагическим символом стихии стал морской лев Гастон, который боролся за жизнь до конца. Его течением отнесло и зоопарка до самой Германии. Морской лев преодолел около 300 километров. Но когда немецкие пожарные достали его из воды, он умер от стресса и физического истощения. Но какое этой истории имеет отношение замок Вильтрусы? К сожалению, самое прямое. Он стоял на пути у большой воды. Замок Вильтрусы находится в 30 километрах от Праги. Парк, разбитый вокруг замка, когда-то считался лучшим парком Европы. А его внутреннее убранство было достойно лучших королевских дворов. Одним из прекраснейших мест Чехии Вильтрусы оставался вплоть до 2002 года. А в 2002 году случилось одно из самых страшных стихийных бедствий в Чехии – наводнение. Паводок, произошедший тогда, стал самым мощным за 500 лет. Водой было покрыто 40% территории страны. И именно этот прекрасный замок, стоящий на берегу Вултавы, принял на себя самый тяжелый удар водной стихии. Наводнение нанесло замку и его уникальному парку ущерб в размере 8 миллионов евро. Некогда прекраснейший европейский парк был превращен водой в пустыню. Из всех его 30 объектов уцелело только 3. 3,5 тысячи вековых деревьев было потеряно. Поток воды был такой силы, что когда вода ушла, территория вокруг замка была усеяна самыми неожиданными предметами, принесенными стихией из Праги. Вокруг замка можно было найти все, что угодно, включая мебель и бытовую технику. На ремонт замка ушло более 10 миллионов евро. Около 20 лет замок был закрыт на ремонт. А вообще, за всю свою жизнь замок пережил не только пожары и наводнения, но и во время Второй мировой войны в нем жили нацисты, которых в 1945 году отсюда выгнала Красная армия. Строительство замка Вильтрусы началось же в 1704 году. С самого начала его строили в стиле барокко. В своем изначальном виде замок являлся одним из важнейших произведений периода пика архитектуры барокко в Богении. В 1754 году замок посетила сама Мария Терезия, которая приезжала в поездку по чешским землям, куда ее пригласил хозяин замка граф Рудольф Хотек. В 19 веке возле замка была построена пивоварня, мельница и винодельня. Замок получил статус культурного и промышленного комплекса и стал приносить его владельцам хорошие доходы. Но, как мы помним, в 21 веке большая часть сооружений из-за стихии навсегда была утрачена. А эти с куклами своими, вернемся к нашим баранам, с куклами своими тут прям прогулку такую большую строили. Мы только что видели, как семья с нормальной коляской, с нормальным ребенком. Папа, мама и ребенок. Мама с ребенком хотели... Мама? Нет, папа хотел с ребенком сфотографироваться. Нет. Они хотели уйти от них, потому что... Папа сказал, давай идем на другое место, где с ребами. Говорит, я не хочу быть с этими ребами. Ну, у нормальных людей, конечно, это вызывает не совсем позитивные эмоции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Господа, это эпидемия. Тут новая группа этих людей. Я прошу прощения, что я очень много времени посвящаю вот этой болезни. Вот этому... Я не знаю, мне нет названия этому кошмару. Иначе я это назвать не могу. Я хорошо... Все хорошо в миру. Человечество потеряно. Человечество потеряно. Тут новая компания вот таких... Я только что... Вот мы идем, их очень много здесь. Я уже не буду их снимать. Еще больше, чем мы там видели. Еще больше, чем вчера была в Падибрадах. Такую картину видела. Господи, они фотографируют с этими детьми сейчас возле нас тут. Я не буду их снимать, мне неудобно, если честно. И только что видела такую картину. Стоит мужчина, ну, максимум до 50 лет. До 50, может. Качает коляску. Качает, именно укачивает. Я специально прошла у него, опустила глаза. Там кукла. Такая подмена понятий ужаснейшая. Это ни к чему хорошему уже не приведет. Че? Миша. А некоторые колески такие раритетные, да, смотри. Да. Ниня, да, что? Я не хочу их снимать больше. Мне уже не надо еще их все время видеть. Нет, я хорошо понимаю, когда человек это коллекционирует, дома собирает. Хотя, не знаю, столько каких-то мертвых детей вокруг себя. Для меня это будет к мертвым ребенком. Но когда эта коллекция, возможно, ну, как, не то, что возможно. Я коллекционирую дорогое шампанское, там, старых годов. 20 века бутылки есть. Оно дорожает каждый год. Это, ну, может, тоже кому-то считает, что это ненормально. Ну, вот. У меня такое, и у нас, такая, вот такое, вот такое мы коллекционируем. Ну, это еще с каким-то способом связано с моей работой. При том, что, вот, например, есть такие люди, которые тоже у нас-то хотят купить. Вот недавно мы продали, человек предложил хорошую цену, но мы продали. Вот, а это коллекционируют куклы. Окей, коллекционировать их я тоже допускаю. Некоторые куклы, это есть произведение искусства. Некоторые, конечно, смотрят, дешманские там из магазина. Да, дома там собирать, но выносить это на улицу, укачивать, баюкать. Рассказывали там, как они за ними ухаживают. Вот что они обсуждают на этих встречах? Ребенок их не растет. Он не меняет зубки. И что мамочки обсуждают? Там зубки полезли, болезни какие-то. Тут что обсуждают? Какие вещички я ему купила? В жизни ребенка этого ничего не меняется. Он все время... Он, как они пишут, да? Год рождения 2010. А все они младенцы и в 2024. В общем, прошу прощения еще раз, что следует... Второе видео подряд мы говорим об этом безумии. Ну, я впервые с этим сталкиваюсь. Я до вчерашнего... Я знала, что такие куклы существуют. Но что это вот в таком количестве. И что это люди настолько прям серьезно воспринимают. И что? Я не знала. Век живи, век учись. И невольно вдруг подумалось. Вот если бы мы подошли к этой группе не с живой собачкой, а с плюшевой, но при этом волочая ее на поводке, приговаривая, не бойтесь, она не кусается. И вообще, Эдик был бы не со мной, а с резиновой куклой. На него бы эти люди посмотрели, как на идиота, или нет? Вот, Миша. 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 Новая партия идет. Еще одни подходят. Ну, а давайте лучше любоваться вот таким прекрасным замком. Смотрите, какая красота. Очень жаль деревья, многие из которых погибли здесь. Не многие из которых, а большинство, к сожалению. Вот такой великолепный замок. Красивый. Очень. Он даже, я бы сказала, совсем не в чешском стиле. Но все-таки проектировал его итальянец. Чехо-итальянского происхождения, скажем так. Что? Чехо-итальянское производство. Да, чехо-итальянское производство. Чехо-итальянское производство. А там павлины гуляют. Ну, он впереди. А еще, мне кажется, здесь в парке олени или лоси. Ну, что-то такое в парке, который принадлежит к этому замку. Ну, кони, да. Кони здесь тоже ходят. Вообще, обратите внимание, какой огромный здесь парк. Перед Вильтрусским замком. Он в эту сторону. Он в ту сторону. Там красивейшие колонны еще стоят. Не колонны, а скульптуры. Мы сейчас еще их подойдем, снимем. Вот такая красота. Это мы ехали сколько? Мн 30 в Праге, да? Ну, это прямо сразу за Прагой. Да, 30 минут. И вы вот здесь. В таком чудесном месте. А еще здесь разводят коней. Вот, например, они. Под цветущим деревом. О, слышишь? Там где-то конь закричал с той стороны. И тут ему ответил. Пупсик. Все он слышит. Кстати, а вот и конюшня здесь. Какая голова коня сверху. Ой, запах лошадиный сильный отсюда. Ух ты. Прикольно. А здесь, посмотрите, это скульптуры, каждая из которых символизирует месяц-году. И вот здесь пишут. Леден. Значит, январь. Латинское название этого месяца. Иоанн Вариус в честь римского бога дверей, входа, начала, у которого два лица. Каждый повернут в разные стороны. Так. Прикольно. А ну-ка наши месяца найдем. Это листопад, это не наш. О, сентябрь, Эдик. Сентябрь. Название сентябрь. Сентябрь. И это от воз... А, ну, к латинскому номеру семь. Один из месяцев, который идет седьмым. Ну да, раньше он седьмым был. Сегодня это месяц девятый. Но изначально в римском календаре это так и так не было. Чешское название... Чешское название... Зари. Это от старочешского... Зарюэ. Зария. Время, когда... Звери поруются. Животные поруются. Так. Червенец. Червенец июль. Кветен. Май. Так, я в свой месяц еще. Бжезен. Вот сегодня последний день. Бжезен. Март. Так, это кто вообще? Неподписанный у нас здесь стоит. Это никто. Так, я не поняла. А что за несправедливость? Где мой месяц? Так, это април. Дубен по-чешски. Червенец июнь. И вот я. Август. Так, в старом римском календаре вы могли встретиться с месяцем шестой. Про его... Да. Тот был в конце концов назван август. В честь императора августа. Ну да. Так. Вот мой месяц август. Что мы еще кеме? Ну, октябрь. По-чешски это будет рен. Декабрь. По-чешски это будет просинец. И февраль. Февраль. По-чешски это Унор. Вот так. Вот так здесь. Вот такой замок, который находится совсем-совсем рядом с Прагой. Еще раз говорю, он называется Вельтрусы. Обязательно его нужно посетить, потому что он очень красивый. Сходите внутрь. И надеюсь, никогда больше замок этот не будет уничтожаться стихией. Да и вообще, это ужасная стихия была, наводнение. Потом было еще какое-то, по-моему, в 14-м или в каком-то году наводнение, по-моему, такое было уже несерьезно. Ну да, взяли. Да. Надеемся, больше этого не будет. И сейчас, после сегодняшней встречи с этими любителями кукол, прям с таким уважением смотрим на родителей с детьми. Ну, это всегда хорошо. Люди рожают детей, они придумывают глупости. На сегодня так особенно это ценно выглядит. Потому что у меня, после того, что я видела сегодня, такое впечатление, что идиотов очень много. Это, помнишь, мы однажды в Америке попали, в Нью-Йорке попали на гей-парад? Да. Это был самый большой гей-парад в мире, как оказалось потом. И нам казалось, что весь город сошел с ума, потому что впечатление было, что геи все, кроме нас. Ну, это личное дело каждого, кто гей, кто не гей. Но я не знаю, почему мне тогда прям... Какой город был? Там казалось, что весь город сошел с ума. И я не могла понять, либо они сошли с ума, либо я ненормальная какая-то. Вот сегодня такое же было впечатление. И я прям, когда уже видела родителей с нормальными детьми, прям искренне радовалась. Ладно. Спасибо, что были с нами. И в следующий раз мы увидимся в нашем самом любимом регионе Франции, в Шампании.